Приветствую вас, аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Как мне показалось, вы достаточно противоречивый человек, и внутри вас борется некоторое количество противоречивых интенций, которые, собственно, мешают вам иметь четкую позицию в отношениях и, вероятно, в жизни. Ну, вероятно. Я в этом не уверен. Смотрите. Вы хотите сдвинуть отношения с местной точки. Что говорит о том, что вы, в общем, такой человек, который может и хочет продвигать свои интересы, да? То есть это, в общем, показатель такой некой твердости, некой уверенности в себе, да? Вот. То есть вы не следуете слепо за мужчинами, например. Но, с другой стороны, вы говорите, а он меня добился. И теперь не отпускает. И я не знаю, что мне с этим делать. Да? С одной стороны, вы говорите, я его приглашаю к себе. Так скажу, ну, ошибец. Ему меня везти некуда. У него квартира с мамой. То есть тут тоже достаточно такая вот четкая позиция, да? Что вы, с одной стороны, не хотите жить с мамой, да? Его, очевидно, и с сыном. С другой стороны, вы сами проявляете инициативу. Но, с другой стороны, вы говорите, что я хочу стабильности будущего. Никакой определенности нет. Я нахожусь в подвешенном состоянии. Да? Вот. И вот подобные противоречия, они как раз таки и составляют вашу, именно текущую реальность. Одно исключает другое. Вот. И из-за этого вам тяжело. В этой ситуации. Потому что, противоречивая у вас, очень позиция. Смотрите. Эм. Давайте начнем по порядку. Значит, выпейте что-то. Эм. Так. С этим мужчиной познакомились мы год назад. Он довольно активно себя проявлял. Звонил им по 100 раз в день. Если вы познакомились с этим мужчиной год назад, то я полагаю, что имеет смысл определиться сразу с тем, что между вами общего. А, вот. Вот конкретно. Что между вами общего. Потому что, именно, то, что объединяет вас, именно, именно, то, что объединяет вас, определяет, ну, как-бы, крепость в ваших отношениях. А пока что, не очень понятно, что вас объединяет. Что-то вы познакомились, что-то он звонил вам много, что-то он приезжал за нами, что-то он пытался вас завоевать. Это, скорее, негативные черты, да? Это, скорее, вот, именно, негативные проявления. Потому что, как правило, за, ну, за завоеванием, да? За, вот, стремлением завоевать. А, в общем-то, скрывается не совсем, а, вот, а, адекватная позиция. А, восприятие вас. Идем дальше. А, опять же, чаще мы встречались в гостинице, так как он живет с мамой, а я с сыном. Ну, вот, здесь, первый такой момент, то, что вы не хотите показывать своего мужчину сыну. Сын, это какая-то угроза, какая-то преграда. для вас. Для ваших отношений. То есть, если мама почему может быть преградой, я, в принципе, понимаю, почему мама может быть преградой, то, почему сын преградой выступает. не очень понятно. На самом деле. Вот. А здесь, как бы, вот, что-то у вас, видимо, какие-то сложности с сыном. вероятно. То есть, есть какой-то, может быть, страх, что сын не не примет мужчину, может быть, не оценит его. Вот. Либо вы его пытаетесь как-то уберечь. Дальше. И вот так мы с ним протестили год. Ну, в принципе, не самое плохое времяпровождение. За это время у него появились трудности на работе, упало ЖП, а я квартиру снимаю и с деньгами тоже не очень. То есть, если говорить о том, что вас волнует материальная сторона. У вас есть какие-то финансовые ожидания, видимо, от мужчин. Ну, судя по тому, что вы говорите. Так, теперь я не знаю, как мне быть. Нет стабильности и уверенности в будущем, нет саммежных планов, хотя, вероятно, в нашем возрасте должны быть какие-то ограничения отношений. Ожердания отношений. Значит, давайте еще раз пройдем. Теперь я не знаю, как мне быть, как мне быть, чтобы что. Нет уверенности в будущем и стабильности. Почему уверенность и стабильность зависит от мужчины, отношений? А не от вас. И вы говорите, в нашем возрасте, наверное, должны быть какие-то очертания отношений. Причем, вы говорите, должны быть. То есть, это, как вы знаете, стерязь своего рода. Да? Что, должны быть. Кому должны? Почему должны? Не очень понятно. Сейчас я приглашаю его к себе. Сейчас лето, сыну бабочки, все больше проявляю инициативу. Почему вы это делаете? Почему проявляете инициативу? Опять, да? То есть, с расчетом на что вы это делаете? Все вы хотите в итоге. Вы проявляете инициативу, потому что человек вам дорог, потому что вы хотите сделать его счастливым. Или у этого какая-то другая цель. Сейчас приедет сын, и я снова прекращу его к себе звать, и посмотрим, что он будет делать. Ну, здесь, знаете, какая-то такая позиция у вас, знаете, как наблюдателя за экспериментом. Посмотрим, что он будет делать. Как будто ожидания какие-то опять же от него есть, от мужчины. И плюс не очень понятно, почему вы не хотите приглашать его, когда у вас сын. Так? То есть, ну, логично, если вы хотите будущего, если вы хотите будущего с мужчиной, то его нужно познакомить с сыном, и чтобы сын привыкал к мужчине, в общем. Вот. И как бы в этот момент, причем, причем не важно, маленькая у вас квартира, или большая, мужчина страны должен как бы сближаться с сыном, если вы хотите опять же серьезных отношений с мужчиной. Так получается странно. Да. То есть, он вас не посвящает в свою жизнь, не приглашает не знакомиться с мамой, но опять же, вы ничего не говорите про знакомство, непонятно, знаком ли вы с его мамой или нет. и вы тоже не зовете его к сыну, и непонятно, знаком ли он с сыном или нет. Вот. То есть, если вы ходите в будущее, то, наверное, вам можно было сделать какой-то первый шаг в эту сторону. Дальше. Ему меня некуда везти, а почему вы считаете, что он обязательно должен вас куда-то везти? Вот это вот из мне кажется серии того же стереотипа, что и в нашем возрасте должны быть очертания отношений. Понимаете? То есть, ну, статья равной была. И если вы выбираете мужчину, который живет с мамой, у которого своя квартира, и который, в принципе, сыну, я имею в виду своя с мамой квартира, вот, и которого, в принципе, все устраивает, то откуда появляются ожидания, что мужчина все это изменит? Причем, именно мужчина, не вы, а мужчина. то есть, такое ощущение, что вы сами уступку делать не готовы, вы сами мужчину к себе звать не готовы, знакомить его с сыном не готовы, и хотите, чтобы он это сделал. не готовы, но здесь перекладывание ответственности, потому что мужчина это все устраивает, ему стабильность и будущее не так важны, как вам, а важно это вам. и вот, именно по тексту выглядит так, что вы не хотите брать на себя ответственность, да, это за будущее и стабильность. Причем, по тексту еще получается так, что вы за время отношений с мужчиной стали более уязвимы к будущему и стали меньше почему-то полагаться на себя. Дальше идем. А он как-то либо замалчивает о проблемах, каких проблемах, либо не думает о возможном совместном будущем. Какой у него мотив, какая мотивация думать о возможном совместном будущем. Опять же, вот вы покрутите на языке эту фразу, это выражение «возможно совместное будущее». Вот вы только прислушайте сказать, вот как это звучит. Вот именно как это звучит, послушайте, пожалуйста. «Возможно совместное будущее». Как можно думать о чем-то, что возможно только, что еще даже непонятно есть или нет. Опять же, это вот идет как бы перенос ответственности здесь. «В общем, не устраивает меня ситуация, я не знаю, как поговорить об этом. Ну, собственно, то, чем не устраивает вас ситуация в плане ваших переживаний, об этом и нужно сказать мужчине. «Ты знаешь, дорогой, вот меня волнует тот, и тот, и тот, да?» то есть не требовать от него чего-то, а именно вот просто заявить о себе, заявить о своих переживаниях. Но проблема в том, что вы не можете этого сделать. Понимаете, проблема в том, что вы не знаете, как с ним об этом поговорить, то есть вы либо стыдитесь о своих переживаниях, либо вы боитесь своих чувств, либо вы боитесь потерять мужчину, либо, ну, есть какие-то еще моменты, а, либо между вами недоверие, вот, я об этом еще вспомнил, когда, подумал, когда только текст вас считал первый раз. Между вами недоверие, то есть, да, он нас добился, но добиваются кого, добиваются, ну, каких-то вершин, да, он вас покорил, а дальше что? То есть, знаете, вот в чем, в чем нюанс, что когда мужчина, например, поговоряет женщину, он тратит большие силы на это, но потом наступает откат, и там, где отношения выстраиваются на погорении, в перспективе наступает такой, достаточно сильный, сильный, спад романтики, тепла, эмоциональной близости какой-то, и так далее, потому что много сил было потрачено на завоевание. И опять же, завоевание искажает образ партнера. Как одного, так и другого, потому что кто завоевывает, совершенно очевидно видит ценность партнера, большую, чем она есть на самом деле, а когда он завоевал, ценность резко падает, и падает ниже, чем она есть на самом деле. И именно поэтому в отношениях, где присутствовало завоевание, доверия меньше, потому что люди менее искренны. Вот вы и задайте себе вопрос. Я не знаю, как с ним поговорить о том, что меня волнует. Почему? все застоприлось и зависло. Но опять же здесь идет некое размытие личных границ. То есть вы для себя хотите в отношениях что-то получить. Вам уже не столько человек сам важен, сколько именно то, что вы можете от отношений получить. и поэтому у вас есть ощущение что все застоприлось и зависло. Здесь опять же очень нужно различить границы вашей и другого человека. Как дальше общаться, чтобы все сдвинулось с этой точки, а сдвинулось куда? Вы чего хотите? То есть не гадится ли вам, что есть то, что вы хотите, а есть отношения? И отношения они развиваются не так, как вы хотите. И не в том направлении, в каком вы хотите. А отношения развиваются в том направлении, в каком вы соответствуете друг другу. Как партнеры, как люди, как личные личности, как социальный индивид. Знаете? Вот. И чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки, вам нужно просто говорить о своих желаниях, о своих чувствах. Да? Побольше. Без обвинения, без каких-то претензий. и убрать противоречия. Точнее, даже не убирать, а раскрыть их более полно. Вот. Осознавать их противоречия. вероятно, он не уверен ни в чем. Ну да. А как можно быть в чем-то на сто процентов уверенным? Мужчины достойны. Нам комфортно вместе очень. Мужчины достойны это как? Вот. что вы понимаете под достойным мужчиной? Достойный это оценка. Вот. Это может соответствовать вашим представлениям. Вот. Но достойный это странно. это такое ощущение, что вы мужчину здесь воспринимаете как ценность какую. Это просто такая материальная ценность. Я встретил достойного мужчину. Я встретил достойное жилье. Я встретил достойную работу. Понимаете? Достойный это что такое? Достойный вас? То есть есть что-то достойное вас. это может относиться к работе. Это может относиться к предметам материальным. Но вряд ли это может относиться к людям. Поэтому здесь возможно в мужчине вы видите то, чего вам не хватает. То же самое касается и комфорта. Что-то вы говорите нам вместе очень комфортно. вы не можете говорить за вас обоих. Вы можете говорить за себя. Здесь вот элемент слияния происходит. Вы говорите нам. Нам. Не мне, а нам. Соответственно есть слияние. То есть размывание личных границ между вами и им и мужчиной. Размывание личных границ происходит. и тут же начинается этот перенос. Что мужчина достойный. Нет, вы и правда считаете, что он достойный? Да. Но вопрос в том, из чего это достоинство состоит? Да? И что реально относится к мужчине? А что вам хочется в нем видеть? чтобы не разочаровываться подобные моменты лучше дифференцировать. Дальше. Но формат не то не все. Но опять же есть у меня такое ощущение, что вы чувствуете неопределенность, вы чувствуете подвешенность и вы хотите, чтобы мужчина все решил. а самим почему-то определиться со своей позицией. Вы не спешите. Вот. Важно разобраться из-за чего так. Сначала я говорил, что ты с мамой живешь, вероятно, у нас не получится ничего. Ну, если честно, это скрестит. Да? То есть почему? Если он живет с мамой, ничего не получится. но если мама адекватный человек, например, если как бы вы с мамой найдете общий язык, да, то мама может и сына вашим, 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 и все такое. Да, я понимаю, что это довольно такая иллюзорная, идеалистичная картина. но вы здесь уже в рамках неких стереотипов находитесь. Просто. Так как мне нужен самостоятельный мужчина. Вот понимаете, да, вот здесь вот тут проекция. Мне нужен самостоятельный мужчина. А не потому ли вам нужен самостоятельный мужчина, что вы сами до конца не готовы определять свою жизнь и свою позицию, не готовы решать за себя. Откуда у вас потребность в самостоятельном мужчине? Раз. Почему если мужчина живет с мамой он не самостоятельный? Два. Почему если мужчина по вашему мнению не самостоятельный и живет с мамой, вы поддались на его ухаживание и завоевание? То есть по сути совершили выбор сделали выбор в пользу того, чтобы быть членом. А вот вы пишите он не отступил и добился. Вот вы взяли и переложили ответственность на человека. Это он не отступил и добился. А я теперь не знаю что делать. То есть у вас вы не знаете что делать потому что он не отступил и добился. а вы думали что раз он не отступил и добился значит он будет знать что делать. Да? Как вот не хочется вам личную ответственность на себя брать. С мамой живет квартира большая частые командировки почти не бывает дома. Ну я не очень здесь понимаю к чему это к чему к чему вы это написали. Вот командировка бывает до 35 дней поэтому не стремился. Не стремился куда? Не стремился к чему? жить один не стремился вы это имеете ввиду? Если это то извините но нет нет это оправдание потому что человек либо хочет жить один либо нет и если он 38 лет живет с мамой то как и сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович что его все устраивает это правда его правда все устраивает вот вопрос в том насколько устраивает вас и что вы готовы делать для того чтобы получать то что вам нужно заявлять о себе о своих потребностях о том что вы хотите вот и опять коллега тоже сказал что сперва нужно разобраться в себе и он прав вначале нужно привести вашу позицию к общему знаменатому чтобы она не была противоречивой да разобраться с личными границами с вашими ожиданиями с другом вот возможно помочь вам посмотреть на отношения шире тех стереотипов которые вы видите сейчас 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 и в зависимости от того что вы чувствуете к мужчине рассмотреть варианты реального решения данного вопроса но с точки зрения взаимодействия вот именно с точки зрения взаимодействия вы действительно занимаете родительскую позицию по отношению к мужчине то есть вы с одной стороны вы от него чего-то ждете и требуете но это больше в себе это больше внутри как я понял а с другой стороны вы больше проявляете родительскую позицию такую лидирующую ведущую и не очень опять же ясны здесь пропорции то есть к примеру если вы видите что у вас все зависло что у вас все застоприлось если вы видите что мужчина не думает о будущем что он там не знаю не смотрит вперед как вы говорите да вот то зачем вы зовете его к себе или вы думаете что если вы его будете к себе звать то человек к вам привянется и захочет что-то делать зачем вы его к себе зовете какой цель понимаете вот это процветное ваш при том что как ему выразить свои пределы свои желания да мужчине вы не знаете Сначала нужно снять противоречие, признать, что у вас есть некие потребности, научиться грамотно, а не говорить, разобраться с тем вообще, чего же вы хотите, потому что речь идёт, в принципе, о некой, вот если глобальной, да, то речь идёт о некой вашей тревожности, о том, что вы тревожитесь по поводу будущего и неополагать на себя. И если честно, такая оторванность от своих чувств является в целом логичной, с учётом того, что в отношениях вы ведёте себя либо как объект завоевания, либо как ведущий родитель. Да, то есть вот зовёте мужчину, инициативу проявляйте и прочее, прочее, прочее. Средобразиция полностью смещает арендир на ваши переживания, на ваши чувства, на свои желания. Я думаю, что корректировать нужно в первую очередь именно это, а дальше уже всё пойдёт само собой. То есть мужчина либо откажется как-то откликаться на ваши желания, да, откажется к ним прислушиваться, откажется с вами их переживать, либо он действительно услышит их и кто-то будет делать. Бога у него нет мотивации что-либо делать. Ну и вот эта вот история с ребёнком, да, почему вы не воспринимаете ребёнка как часть себя, и, по сути, воспринимаете его как некое препятствие для близости с мужчиной, тоже очень важный момент. Потому что, ну, я, конечно, не знаю, сколько ребёнку летит, но, очевидно, что, если вы встречаетесь с мужчиной, то вам легче, легче, безболезненнее, чтобы мужчина был у вас, мужчина жил с вами, у вас и ребёнком. Потому что мужчине с ребёнком найти общий язык легче, тем более, если это сын, вот, чем вам с мамой его. В этот момент, момент предпринятия ребёнка мужчины тоже нужно, ну, как бы, учитывать. Может быть, именно поэтому вы и тревожны, потому что мужчина не принимает вашего ребёнка, не горит желанием идти с ним на сближение. А если так, то, если он не принимает вашего ребёнка, он не принимает и вас, и вы это чувствуете, но боитесь себе признаться, потому что, в таком случае, вы должны потерять комфорт и то, что вас завоевали. Опять же, одно из самых главных, один из самых главных нюансов, это, вот, осознавать всё то, что происходит. И выстраивать наиболее комфортную для вас гендерную модель поведения. С соответствующей личностной базой и фундаментом. Потому что завоевание никак такой базой и фундаментом служить не может, при всём желании. На этом всё, надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация ваша разрешится за самым лучшим образом.